Бывший афганец Валерий Бодряшов с детства увлекался спортом. Еще в школе начал заниматься гимнастикой, волейболом, хоккеем и баскетболом. У нас был замечательный преподаватель Юрий Васильевич Сидоров. Он тоже был фанат баскетбола. И мы, так сказать, вот с класса шестого у нас создалась команда. И к старшим классам она очень сыгранная оказалась. И мы даже выступали, ну было тогда первенство района. Мы регулярно выиграли первенство района. Потом выиграли первенство Московской области. Затем на базе этой команды была создана сборная Московской области, которая в 1962 году стала чемпионом России. Будучи студентом, Валерий Федорович серьез увлекся хоккеем. Выходил на лед он и в свободное от работы в Московском управлении КГБ время. С 90-х годов начал участвовать в ветеранских турнирах не только в России, но и по всему миру. Первенство Москвы среди ветеранов – это ЦСКА, Динамо, Спартак и Крылья Советов. Мы там, как правило, призернули, а потом начались даже международные игры. И вот наша ветеранская команда «Динамо» выезжала многократно, и мы регулярно становились призерами этих игр. И я вот с ними поездил, побывал в Германии, Швеции, Финляндии. В 2005 году в Дубае в составе российской ветеранской сборной, в которую вошли также известные хоккеисты Александр Якушев и Юрий Лебедев, успешно отыграл с канадцами. Не раз «Динамо» встречалась на товарищеских матчах с командой «Металлург» в Ледовом дворце Арктика. Сейчас Валерию Федоровичу 75, и он продолжает вести активный образ жизни. Это здоровье, это общение. Повидал я мир, ну и хоть я не такой уж, так сказать, заслуженный мастер. Он воспитывает волю, мужество, смекалку тоже самое. То есть спорт – это не только сила рук и ног. Это и голова должна работать. И мне вот эта закалка очень помогла во времена, когда я был в командировке в Афганистане. Любовь к спорту он передал своему единственному сыну Артему. Сейчас он учится в 10-м классе и, несмотря на большую нагрузку в школе, старается все свободное время посвящать спорту. Для любого человека доставляет одни удовольствия – это здоровый физический дух, общение, взаимопонимание между друзьями в командных видах спорта. Артем занимается на турниках, играет в баскетбол, футбол, а в последнее время увлекся плаванием и уже получил второй взрослый разряд. Компанию ему составляет Валерий Федорович, который твердо уверен в народной мудрости – спорт – это жизнь. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.